Вика Ладина подключилась к благотворительной экологической акции «Добрые крышечки» еще в прошлом году. Увидев, сколько в итоге собрали пластика для вторичной переработки, ребята решили, надо организовать дополнительные пункты приема. Вот на автомойке на плотине, вот, мы уже договорились, там есть пункт приема крышечек. Вот, сейчас договариваемся о пунктах приема в магазинах, чтобы людям было проще сдавать крышечки, потому что проще собрать, выйти, и как раз магазин рядом ты сдал. В этом году к акции присоединились не только ученики 14-й школы. Желание сделать город чуть чище и при этом помочь детям в трудной жизненной ситуации от школьников передалось и их семьям. Всей семьей, конечно, прямо и мама, и папа, и бабушки, все собираем, и друзья у меня, все копим, все приносим, все собираем. Как объяснила нам Анна Хрусталева, учитель биологии 14-й школы, схема отправки собранного пластика на переработку понятна, а главное, есть уже договоренности с заводом на территории России, который будет этим заниматься. Когда крышечки будут собраны, мы бутылочки эти все наши красивые разноцветные повезем на центральный пункт сбора в город Тверь. Там мы сдадим его, все крышечки сдадим, и денег мы никаких не получим сразу на завод. Завод перечисляет денежки сразу в фонд. Для нас это чисто благотворительная акция. Как утверждают участники организации акции, собирать и отправлять на переработку пластиковые крышки от бутылок, может кто угодно, это не занимает много времени и сил. Принимают пластиковые крышки в 14-й школе почти круглый год, а ближайшая дата отправки на переработку собранного вторсырья намечена на конец марта. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРОВ24.